Диагноз «онкология кровотворной системы» или, проще говоря, «рак крови» в России ставится с частотой примерно раз в 20 минут ежедневно. Спасти многих из заболевших может трансплантация костного мозга, но самой большой сложностью в лечении этого смертельно опасного заболевания становится поиск донора. Спасительными могут стать клетки костного мозга человека, чей генетический код на 100% совпадает с кодом заболевшего. Но генетический близнец может не найтись даже среди родственников. Они подходят для трансплантации менее чем в четверти случаев. Чтобы увеличить шансы на спасение пациентологии кровотворной системы и другими опасными генетическими заболеваниями в России создается Национальный регистр доноров костного мозга. В 2015 году эта база данных была названа именем Васи Перевозчикова, мальчика, спасти которого не удалось, так как на тот момент Национальный регистр был слишком мал, а протянуть руку помощи из-за рубежа не успели. С тех пор количество зарегистрированных потенциальных доноров выросло, но совпадения продолжают оставаться редкими. Совпадение, ну вот получить совпадающего донора, это где-то совпадение 1 на 10 тысяч, то есть довольно-таки редкое. У нас всего 80 тысяч доноров, потенциальных доноров костного мозга в базе данных. По сравнению с миром, в мире больше 20 миллионов. Конечно, вероятность в мире найти донора на данный момент гораздо выше, чем в Российской Федерации. Плюс еще у нас есть особенности генетические нашей популяции, и у нас мы найти редкие генотипы для себя же сможем с большей вероятностью, чем в мире, потому что мы одной крови, грубо говоря. Сейчас в Национальном регистре доноров костного мозга зарегистрировано порядка 3000 жителей Перми и Пермского края. Чтобы их число увеличилось, на территории нашего региона действует проект «Донорство ума». В минувшую субботу после непродолжительного перерыва пункты приема доноров костного мозга в Перми возобновили свою работу. В числе первых посетителей в этот день оказались Марина Александровна и ее подруга. Решение о вступлении в регистр, как признается женщина, приняла, как только узнала об акции. А сегодняшнюю акцию я узнала от знакомой. Мы с ней встретились, как раз мимо проходили. Она сказала, что здесь проводится такая акция и предложила зайти. Я, в принципе, была не против. Это буквально вот все заняло какие-то 10 минут. Прийти, заполнить анкету, сдать кровь и довольным, удовлетворенным уйти домой. Принять участие в акции «Донорство ума» можно без особой подготовки и в любое удобное время. Единственное, что нужно сделать перед процедурой – убедиться в отсутствии противопоказаний, таких как носительство ВИЧ, гепатита В и С, туберкулез, психические расстройства, беременность. Их полный список можно найти на сайте Национального регистра доноров, адрес которого вы видите на экране. Также вам должно быть не менее 18 и не более 45 лет. Участие в акции «Донорство ума» абсолютно бесплатное. Для того, чтобы вступить и поучаствовать в проекте «Донорство костного мозга», нужно прийти в любую лабораторию Меглаб-экспресс, заполнить двухстороннюю анкету. Это соглашение о вступлении в регистр и ваши личные данные. Сдать 9 мл крови, кровь протипирует, и вы вступите в регистр. На этой неделе есть еще один повод вспомнить о проблеме детской онкологии и принять решение о вступлении в регистр потенциальных доноров. 15 февраля считается Всемирным днем детей больных раком. По статистике, ежегодно в России более 200 тысяч ребят сталкиваются с опасным диагнозом онкология. И эта цифра, к сожалению, постоянно увеличивается. Но многим из них можно подарить шанс на выздоровление, сдав 9 мл крови и тем самым объявив себя потенциальным донором костного мозга. За шанс на жизнь большое детское спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok